Вот здесь какой-нибудь, наверное, вот как вы говорите, лайфхакт, да? Я понял, я понял, все, я понял. Когда? Да, когда какие-то сложные ситуации в жизни, в свое время мне Александр Проховщиков, вот ныне, к сожалению, его нет, рассказал, как он борется с какими-то сложностями, сложными ситуациями в жизни. Он находит какое-то состояние покоя, это может быть у реки, это может быть дома, это может быть там у моря, в лесу, и он вспоминает самые счастливые события своей жизни, эмоционально, то есть он перемещается в то время, когда он был очень счастлив. Например, у Проховщикова это было в детстве, почему-то у него самое яркое впечатление детства, когда ему было там 7-8 лет, и они где-то с друзьями бегали у реки, вот это было какое-то почему-то яркое событие, и оно его восстанавливало энергетически для меня, это было много лет назад, он рассказал мне об этом. И я взял на вооружение этот способ, и один из способов, как я себя восстанавливаю энергетически и эмоционально, я вспоминаю самые яркие счастливые события своей жизни. Это никакие, это, знаете, и когда я начал вот пользоваться этим приемом, я стал также и копить эти эмоции, причем запоминаются эмоции, но они для, это не что-то такое там, там рождение ребенка или там вступление в брак, потому что это больше волнительно, а я запоминаю события полного умиротворения, когда я нахожусь где-то, может быть, у моря, и такое состояние, когда ты ничего никому не должен, состояние покоя, когда тебя никто не беспокоит. Это сложно передать, это можно прочувствовать. Каждый человек, кстати, многие и не так уж и редко испытывают состояние счастья. Оно может быть кратковременным, кратковременным, когда у вас что-то получилось, не знаю, вы сдали экзамен или, в моем случае, ты выиграл суд, или куда-то уехал, вырвался в какой-то там фешенебельный отель, зашел и ах, или там увидел красивую женщину, или там какой-то ужин, там ресторан, и в этот момент у тебя возникают какие-то эмоции, ты понимаешь, что это такое, может быть, недолговременное, такое состояние счастья. И важно его запомнить, и впоследствии, когда происходят какие-то жизненные неурядицы, пусть даже серьезные, его воссоздать, там, где-то найти место уединения, закрыть глаза, полностью расслабиться, воссоздать это состояние счастья. Это первый прием, да, вот, борьбы с какими-то неприятностями, а второй, это просто сделать определенную паузу, может быть, отпустить ситуацию, а, будь что будет, то есть отойти немножко в сторону, переключиться, и потом либо вернуться к этой ситуации, либо вообще не возвращаться, это, кстати, классический прием, многие им пользуются, это тогда, когда действительно происходят какие-то события, иногда ряд событий, которые вводят человека в состояние сильнейшего стресса.